Сегодня немножко необычное видео Ко мне в гости заехал мой друг Максим И приехал на автомобиле Вот такой вот Volkswagen Turan Ну, обзор автомобиля делать Естественно Я не буду, немножко не мой это профиль Но двигатель Который здесь стоит 1.4 С надувом, причем с двойным Механически и турбина Вот это вот самое главное, что меня всегда Интересовало в машинах Это мотор Ну, конечно же Вот и мотору уделим Внимание, вот он TSI Значит, из обзора конструкции Ну, Макс мне не разрешил Разобрать двигатель, скинуть головку и показать Внутренности, хотя я не против Но, в общем, обзор Небольшой конструкции, то есть по навесному Оборудованию и исполнению Ну, я уже здесь, конечно, частично Разобрал Сейчас мы снимем, вот она Со системой вот Вакуума, со всеми делами она идет Но это не сильно интересная Вещь, тут я хочу обратить внимание На другое Вот она, наша турбина Именно которая Газовая турбина И система подачи воздуха Ну, то есть вообще Вся система Так Значит, а ну дай-ка фонарик Свет Так Значит, система подачи воздуха Начинается Вот он здесь стоит Ну, сейчас так Я думаю, будет видно хорошо С фонариком Забор воздуха Вот он такой Здесь идет канал Причем, хочу заметить Нет, ты повыше его сделай Нормально видно То есть, вот хочу заметить Здесь, ну, сюда посвети О! То есть, забор воздуха идет спереди Вот здесь вот Решетка Так, все это дело Прикрыто было вот Крышечкой Вот такой вот Я ее просто снял, чтобы показать То есть, частично воздух забирается Спереди Частично идет на Здесь, получается Продувку подкапотного пространства Далее Стоит Сам воздухофильтр Это дело я вот уже снял Шланг Самоподача Всего Так Вот он Сама коробка Я хочу обратить ваше внимание На то, что двигатель 1.4 Так Сам фильтр Сейчас сделаю тут Ну, он здесь Вставлялся В коробку Так Также, кстати, имеется здесь Вот такой вот Ну, я это называю Уловитель бревен То есть, такая Как сетка Идет И она улавляет Ну, мы, в частности, отсюда Вытрусили Дохлых мух И осу Какую-то где-то здесь она была Вот даже Вот, кстати, крылья даже остались Ну, вот Так Ну, вещь хорошая Но, вся вот эта вот Коробка Достояние Вот этот вот объем И Вот эта вот часть Тоже в частности Она Вот он Канал, кстати Внизу идет Вон он Так Все это дело Представляет собой И вот эта вот верхняя часть Вот она, кстати, закрывает То есть, тут подача Вот только после фильтра идет Забор воздуха Вся эта система Представляет собой Один большой Ресивер То есть, ну, естественно По западным же Наработкам Они считают Что ресивер должен быть Именно перед дроссельной заслонкой В частности, здесь Ну, вообще То есть, перед всей системой Запитки Лучше всего Когда ресивер этот Имеет объем В 10 раз Больше, чем объем двигателя Ну, это самые такие Оптимистические Максимальные показатели То есть, когда есть эффект Ну, даже вот Как здесь Несколько раз больше Чем объем двигателя Уже от этого Есть эффект Далее Идет забор воздуха Ну, вот я показывал Здесь снимал По патрубку Так И Кстати говоря На эту тему Есть видео Самого же Volkswagen Об этом двигателе Я хочу лишь напомнить Что идет Забор воздуха И Вначале На низких оборотах Здесь Работает Нагнетатель Который Приводится В движение От ремня Ну, от обычного ремня То есть Принудительный Компрессор На него Здесь Фонарик Вот здесь Вот он канал Вон он Отвод Воздуха Вот он весь канал И Имеется Перед этим Нагнетателем Свой Дополнительно Некий Небольшой Такой Ресивер Объем Так Ну, сам Нагнетатель Показать Мне Ну, сложно С ямой Тоже Его там Не очень Хорошо Видно Вот Ну, в общем Он Стоит там Посередине Двигателя Как раз Там вот Впуск идет На впускном Коллекторе Эта вся система Компактно Упакована Идет Сам Нагнетатель После определенных Оборотов Я честно Не помню После каких Оборотов Там просто Разные Модификации Двигателя Это в частности 140 лошадиных сил Но есть такой же Двигатель Он отличается Прошивкой 170 сил Вот То есть После Некоторых Оборотов Срабатывает Уже Выходит Он На порог Когда Срабатывает Турбина Именно Газовая То есть Отключается Принудительный Нагнетатель Который От ремня Приводится В движение И уже И уже Газовая турбина Начинает Нагнетать Больший поток То есть По количеству Хочу заметить В системе Присутствует Интеркулер То есть Вот он Подвод воздуха Так Ну кстати Вот эту трубку Могли бы Конечно Они сделать И побольше Но они считают Что 140 сил То есть Хватает Этого Всего С головой Сама Турбина Далее Вот он У нее Сейчас мы так Попробуем Подсветить То есть Ну с нее идет Нагнетатель Вон он Внизу Сейчас мы так Хорошо Подсветим И приблизим Вон он Такой Огромный Шланг Сейчас так Попробуем Без этого Дела Нет Не видно Без фонарика Ничего Вон там Короче Шланг идет Далее Он поступает В интеркулер Вот здесь Два радиатора Стоят То есть Обычный И Вот здесь Сейчас попробуем Подсмотреть Надеюсь Будет видно Вот он Интеркулер Первый стоит Так И с него Вон он Большой Шланг Внизу С него же Уже он идет В систему Нагнетения Дальше идет Вон он Кстати Хорошо Его видно Сама турбина Исполнение У нее Мне лично Понравилось Дело Тут В следующем Турбина Она немножко Отличается От Обычных Классических Конструкций Тем Что Например Вот он Коллектор Дай-ка еще раз Сам коллектор Вон он То есть Выпускной Так Вон он Надеюсь Будет видно Здесь нормально Оно Хотя Вот так Тоже Видно Более-менее Так Сам Выпускной Коллектор Он Отлит Одним Целым С частью Вот здесь Вот он Блоуф Так Он Держи Отлит Одним Целым И является Частично Корпусом Самой Газовой Турбины А Крыльчатка Выполнена То есть В отдельном Корпусе И Вставляется Вот в это Все дело То есть В коллектор Вставляется И Вот он Хомут Все это Легко И просто Скрепляется То есть В этом плане Простота Монтажа Можно сказать Что она Чуть проще Чем обычная Турбина Можно сказать Что Хуже Потому что Нужно обрабатывать Ну Более точно Весь коллектор Получился сложнее Но в принципе Система Простая И Довольно Надежная Также К турбине Подводится Масло Вот оно И охлаждение Охлаждающей Жидкостью То есть Водой Скажем Вот они Трубки Пошли И Далее Он идет В систему Охлаждения Ну и Вторая трубка Там просто Не видно Она идет Тоже В систему Охлаждения Ну и Также Вот там Внизу Имеется Большая Трубка Это Слив Масла Самой Турбины Мотор Конечно Интересный Едет Как для 1.4 Весело Я бы сказал Даже очень весело Плюс Автомобиль Сам по себе Большой Семиместный Вакуумный Усилитель Тормозов Свечи Здесь Точнее Не свечи А система Зажигания Выполнена По всем Современным Канонам То есть Стоит Своя Катушка Прямо На свечку То есть Нету Никаких Насвечников Там Проводов Еще чего Либо То есть Прямо Идет Идет На свечку Катушки Сухие Современные Хорошие Мощные Катушки Управление Естественно Микропроцессором У нас Маслозаливная Горловина Ну они Все Почему-то Вот сколько Я Сначала Они 60 тысяч Кстати Прошел Двигатель Они Все Имеют Такой Налет Небольшой Какое Сюда Масло Кстати Заливаешь Shell 5W30 Shell 5W30 Скажем Ну Кстати Немножко Мокроватый Здесь Впускной Тракт Ну То есть От сапуна Но в принципе То есть Все В норме И все В отличном Состоянии Ну Собственно Такой Интересный Движок Движки В принципе Сами по себе Хорошие Вот Что касается Качество Единственное Что Конечно Ну Сам Двигатель Хороший В плане Его Доработки Дальнейшей То есть Так Чисто Как Пользовательский Вариант Вот В принципе Он Сложноватая Конструкция То есть Сложноватая В плане Финансов То есть Поставить Один Нагнетатель Второй То есть Все это Делать Но В принципе То есть Имеет Место Быть Но Если Что-то Делать Более Менее Веселое Именно Такое По Городу Имеется Ввиду То есть Среднее То есть Не какой-то Там Раллиный Автомобиль Но Такой Веселый Городской Автомобиль То есть Есть Потенциал У движка На этом Все Благодарю За Внимание